Здравствуйте! Это программа «Прямой эфир». С вами Ирина Кузина. А сегодня у нас в студии Светлана Шепет, арт-директор ККЗ «Панорама». Здравствуйте, Светлана Анатольевна. Я очень рада, что вы пришли к нам в студию. Но если вы сегодня с нами, значит ли это, что скоро будет открыт новый культурный сезон в киноконцертном зале «Панорама»? Здравствуйте, Ирина. Большое спасибо за приглашение. Здравствуйте, дорогие наши зрители, слушатели, посетители киноконцертного зала «Панорама». Мы готовимся, безусловно, к открытию нового концертного сезона, который, естественно, удивит приятно всех наших поклонников. Был период, когда мы были лишены возможности ходить в кинотеатры, посещать различные культурно-массовые мероприятия, спортивные. Была какая-то пустота, вакуум. И каждый из нас по-своему решал эту проблему. Были какие-то онлайн-концерты. Постепенно в большинстве своем артисты, исполнители уходили как бы в интернет-пространство. У нас была возможность у жителей Тверской области посещать, например, онлайн-музеи, видеть какие-то премьеры, интересные мероприятия. Вот как вы пытались решить эту проблему, чтобы не потерять зрителя своего? Конечно, Ирина, нам пришлось пережить, я с вами совершенно согласна, непростой период. Но каждый непростой период – это опыт. Это опыт, который необходим каждому человеку, чтобы уже быть готовым, ну, скажем, к неожиданностям, которые могут быть. Что касается киноконцертного зала «Панорама», то мы, конечно, держали, старались, по крайней мере, держать диалог с нашими зрителями, слушателями. Это и были анонсы тех концертов, которые могли видеть наши зрители, концертов, которые состоялись ранее в киноконцертном зале «Панорама». Эти концерты транслировались на канале ОТР, поэтому связь с нашим зрителем мы старались не терять настолько, насколько у нас это было возможно. Насколько мне известно, сейчас есть перерыв небольшой и в программе «Культфьюжн», потому что в связи с ограничениями, которые постепенно снимаются, не было возможности комментировать какие-либо концерты и так далее. Но, тем не менее, мы все равно работали, выходили и рассказывали нашим телезрителям об уникальных концертах, о звездах, о мировых каких-либо премьерах. Вот об этом немного. Да, Ирина, вы совершенно правы. Программа «Культфьюжн» немножко другой формат, я бы сказала, за это время приобрела. И я старалась рассказывать какие-то интересные факты из жизни тех звезд, артистов, которые выступали на сцене киноконцертного зала «Панорама». Ведь мы же люди. И нам всегда интересно что-то узнать новенькое, то, что ты не можешь, скажем, прочитать везде, в интернете и так далее. Но те факты, которые знаю я лично и которыми мне всегда интересно поделиться с вами и с нашими дорогими зрителями. В любом случае мы сейчас с вами говорим о планах, о перспективах. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы все равно у нас позитивный настрой. Мы должны двигаться вперед и думаем о том, что будет в новом сезоне. Вот что можете сказать? Ну, я хочу сказать, что мы сохраняем все традиции, которые уже были созданы нашим залом. Мы продолжаем дружбу с теми коллективами и исполнителями, которые полюбились нашим зрителям. Мы делаем программы на все абсолютно возрастные категории от мала до велика. То есть работа идет полным ходом. И даже если так складывается жизнь, что какой-то концерт, какой-то проект не состоялся, срок он обязательно состоится. Будьте уверены, обязательно мы встретимся, обязательно услышим и увидим полюбившихся и новых звезд. А какой настрой сейчас у самих артистов, у исполнителей, которые планировали приехать к нам в Тверь, но по понятным причинам не смогли? Строят ли они свои планы в отношении нас? Ну, я хочу к своему, наверное, удовольствию, к радости всего коллектива, который работает в этом зале и в этой структуре сказать, что мы уже полюбились. Нас любят и встречу с нами ждут артисты, исполнители, которые не сумели приехать, концерты, которые нам пришлось перенести, конечно же, переживают. Естественно, артисты переживают, что не состоялся срок, потому что мы заключаем договора и работаем с людьми неравнодушными, которые очень любят своих зрителей, которые выкладываются на 100%. И каждый несостоявшийся проект, это, безусловно, это испорченное настроение. Не хочу вот слово там трагедии употреблять, но тем не менее, это испорченное настроение, это переживание. И они ждут, безусловно, выступления на сцене, на концертного зала «Панорама». Как Вы считаете, вот тверскому зрителю сейчас, какой репертуар необходим? Что нужно показать для того, чтобы и поднять настроение, чтобы был позитивный настрой? – Ирина, я считаю, что у каждого зрителя, у каждого человека свой вкус. Кто-то любит джаз, кто-то любит эстраду, кто-то любит классику, кто-то любит народную музыку. Поэтому я думаю, что то, что мы до сих пор старались нести позитив, радость, любовь, мы и будем дальше продолжать нести вот эти вот чувства, а они передаются очень хорошо с музыкой и с теми проектами, которые можно видеть на нашей сцене. И, конечно, мы готовим программы совершенно в разных направлениях, жанрах, стилях музыкальных, чтобы удовлетворить интересы всех наших зрителей и слушателей. То есть, безусловно, это и джазовая музыка, это и классика, это и народная музыка, это и танцевальные коллективы, это и вокальные концерты, это и вокально-инструментальные концерты. Готовится уже новогодняя программа, я хочу сказать. Следите за нашим сайтом. Заходите на сайт panorama.defistver.ru. Светлана Анатольевна, насколько мне известно, сейчас все равно продолжают покупать абонементы. Как выстроена работа в связи с пандемией коронавируса, несмотря на то, что кто-то не попал на какие-то мероприятия, но планирует срок действия абонементов, на какие мероприятия они распространены? Вот поясните, пожалуйста. Да, абонементы – это такая форма работы, которая себя очень положительно зарекомендовала, и каждый уважающий, я бы так сказала, себя концертный зал, безусловно, ведет абонементные программы, и есть люди, которые ждут этих концертов, и которые любят планировать свое время посещения определенных мероприятий. Что касается будущего сезона, да, абонементы уже готовы. Сейчас в некоторой степени приостановлена их продажа, но буквально скоро я абсолютно уверена, что она возобновится. Что касается прошлого концертного сезона, то один концерт в рамках абонемента у нас перенесен на сентябрь месяц, и я абсолютно уверена, что все концерты, которые запланированы в киноконцертном зале «Панорама», они обязательно состоятся. А конкретно кто готов приехать к нам в ближайшее время? Я знаю, что активно прям готовится к нашему концерту и музыканты рок-группы «Цветы» Стаса Намина. И я опять же знаю, что эта группа огромной пользуется популярностью среди наших зрителей. Мне очень приятно, что меня часто спрашивают, а вот когда, а что? Ну, в данный момент мы знаем, что концерт перенесен на осень, он обязательно состоится, и музыканты рок-группы «Цветы» ждут встречи с нашими зрителями. Также из перенесенных концертов у нас концерт Дениса Клявера. Очень часто я говорю с директором этого музыканта, с самим Денисом, то есть, конечно же, ведутся репетиции, и даже мне особенно приятно подчеркнуть, что после слова «Здравствуйте» мне сразу говорят, что мы готовимся и репетируем, чтобы удивить ваших зрителей и слушателей. Что касается классической музыки, концерт Юрия Мартынова также состоится в киноконцертном зале «Панорама». И очень приятно, все всегда спрашивают, а какой инструмент, на каком будет играть инструменте пианисты. Я хочу сказать, что и это же выступление Юрия Мартынова будет происходить на рояле фирмы «Ямаха». Очень долгожданный концерт для наших зрителей, и я надеюсь, что он состоится. Он перенесен на 17 сентября. Это концерт оркестра Усипова, солировать на котором планирует Лидия Музалёва. Это победитель проекта «Голос 60 плюс». Это заслуженная артистка России. И если сказать от себя, то, вы знаете, когда я слушаю Музалёву, я понимаю, что вот тот образ, который когда-то создала Людмила Зыкина, та сила, та мощь народного голоса, народного эстрадного голоса, она живёт, она продолжается в таких исполнителях, как Лидия Музалёва. И это программа, которая ждёт вас, дорогие друзья. Большое спасибо, Светлана Анатольевна, что вы пришли к нам в студию, рассказали о том, что работаете над открытием нового культурного сезона. Мы ждём новых премьер, программ. Все пойдём, потому что уже соскучились. На этом мы заканчиваем. А это была программа «Прямой эфир». Всего доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Сёмкин